Британский боксер Энтони Фаулер иронично прокомментировал нежелание Сауля Каннелла Альвареса выходить на ринг против Геннадия Головкина. В своем инстаграме Фаулер опубликовал фотографию, на котором Каннелла запечатлен принимающий ледяную ванну после тренировки, подписав ее «Каннелла выглядит так, просто заморозите меня до тех пор, когда Трипл Жи уже не будет боксировать. Великолепный Каннелла не хочет иметь никаких дел с Головкиным», добавил Фаулер. Кажется, экс-чемпион мира в легком весе 41-летний американец Пол Спалафора окончательно слетел с катушек. На днях Пол был арестован за домашнее насилие, и это уже просто за гранью добра и зла. Нанес ножевое ранение брату и сбил собственную мать. Если его вину докажут, в местах не столь отдаленных ему придется пробовать немало времени. Чемпион мира по версии WBO во втором полусреднем весе украинец Василий Ломаченко не считает, что его бой против чемпиона WBO в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяу возможен. Разговорами о Пакео Боб Арум раскручивает меня. Не думаю, что этот бой вообще возможен. Раньше против него выходили, не зная, чего ожидать. Теперь же все все знают. Бой с Уолтересом. Я был шокирован, что он закончился так рано. Почему? Может быть он испугался? Приводят слова Ломаченко и к спорт. Американский боксер Кертис Стивенсон рассказал в интервью, что поможет его соотечественнику Дэниелу Джейкобсу в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным. План Джейкобса на бой. Чтобы победить Головкина, ты должен постоянно уклоняться, быть практически неуловимым. Также у тебя должен быть хороший подбородок, сказал Стивенс. Несмотря на то, что Ассоциация по добровольному тестированию на допинг не намерена разглашать концентрацию остерина в положительной допинг-пробы российского супертяжеловеса Александра Поветкина, занимающийся делами россиянина промоутерской компании Мирбокса, сообщает, что на 1 миль анализов пришлось лишь 10 пиграмм остерина. При этом допинг-пробы, взятые 15 ноября и 13 декабря, оказались чистыми. Напомним, что положительная на остерин допинг-проба была взята 6 декабря. Геннадий Головкин рассказал о том, сколько раз планирует выходить в наступающем 2017 году. «Надеюсь, я выйду на ринг 3 или 4 раза. Это очень вероятно. Март, затем, может быть, июнь, сентябрь и декабрь. Таковы большие планы на будущий год», цитирует Головкина в боксинскен.ком. Легендарный боксер Рой Джонс-младший прокомментировал предстоящий поединок с Головкина Джейкобса. «Я не думаю, что Дэниел Джейкобс достаточно силен, чтобы выйти на ринг с Головкина. Головкин – это суперсила, поэтому необходимо обладать верхнавыками, чтобы противопоставить мощи Головкина», – сказал Рой Джонс. Британец Билли Джо Сандерс с удовольствием принял бой против мексиканца Сауля Альвареса, который организация неожиданно назначила накануне. Об этом в интервью заявил промоутер боксера Фрэнк Уоррен. «Мы хотим и будем драться с Альваресом. Если он обязательный претендент, у Билли просто нет иного выбора. Нелегкий предстоит бой. Давайте не обманывать себя, но в своих лучших кондициях Билли очень хорош, и у него действительно есть хорошие шансы на победу». Субтитры создавал DimaTorzok